Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня понедельник, 24 апреля. Вы смотрите новости на канале Инстатв в студии Анна Касаткина. В тот самый момент, когда трейдеры принялись готовиться к бессонной ночи с воскресенья на понедельник, в момент оглашения итогов первого тура президентских выборов о Франции, в Великобритании вышел ряд публикаций высокой важности. Пятница стала тихим днем, судя по тому, что отчеты по британской экономике остались без должного внимания. График котировки фунт-доллар в течение пятничных торгов находился во флете вблизи отметки 1.2800. А между тем за март потребительская активность заметно снизилась. Объем розничной торговли за первый весенний месяц упал на 1,8%. Рынок ожидал гораздо более инертного сокращения розницы лишь на 0,2%. При этом годовой прирост розничной торговли также резко замедлился. Вместо прогнозируемого темпа в размере 3,3% в марте был зафиксирован рост лишь на 1,7%. Однако, как мы уже отмечали ранее, фунт остался непоколебим. Существенную поддержку валюте Соединенного Королевства оказывает ожидание досрочных парламентских выборов. С другой стороны, стоит учесть и потенциал роста доллара США. На прошлой неделе министр финансов США Стивен Мнучин намекнул на готовность Дональда Трампа раскрыть план налоговой реформы уже в самое ближайшее время. Таким образом, доллар США немного окреп на фоне возобновления ожидания реальных шагов по поддержке американской экономики. В таком состоянии трейдеры уходили на выходные. А о том, в каком настроении участники рынка открыли новую торговую неделю, вы узнаете уже из следующих выпусков на канале ИнстаФорекс ТВ. До свидания!